У нас сегодня тема занятия это функции отображения. Долго мы к этому подходили моменту и вот сейчас наконец подошли. Но прежде чем определить функцию, мы определим более общую конструкцию, с которой вам придется сталкиваться. Это бинарные отношения. Бинарные отношения это очень простая вещь. Это есть подмножество некого Декартового произведения. То есть А на Б или Х на У, или еще мы можем так написать, Р является элементом булиана Х на У. То есть мы берем Декартовое произведение, мы из этого Декартового произведения берем некое подмножество. Оно может быть полным Декартовым произведением, в два крайних случая. Это либо пустое множество, либо все Декартовое произведение. Но чаще всего нас интересуют какие-то особые подможества, которые удовлетворяют особым каким-то условиям. И вот это в общем случае называется бинарным отношением. Когда мы говорим А и Б входят в бинарные отношения R, это что значит? Что А принадлежит Ху, Б принадлежит У, и пара А-Б находится в R. Теперь про эти отношения нас будут интересовать вопрос, удовлетворяют они или не удовлетворяют некоторым свойствам. Существует некий стандартный набор свойств или аксиом, которые мы сейчас рассмотрим. Первое это аксиома всю доопределенности. Она звучит так, но я сотру, будем считать Х и У. Для любого А принадлежит Х, следовательно, существует Б, Б принадлежит У, и А-Б принадлежит Р. Что это за свойство? Оно говорит о том, что для любого элемента в Х найдется такой элемент в У, хотя бы один. Может быть их несколько, но хотя бы один такой найдется, что эта пара входит у нас в R. Это всю доопределенность. Всю доопределенность. Второе стандартное свойство, которому бинарные отношения могут удовлетворять, а может не удовлетворять. Это прямая однозначность. Записывается так. Для любого Т1, Т1 принадлежит Р, следовательно, для любого Т2, Т2 принадлежит Р, следовательно, из того факта, что первая проекция Т1 равняется первой проекции Т2, следует у нас, следует Т1 равняется Т2. И закрываем скобки. Раз, скобка, два, скобка, три скобка. Это прямая однозначность. Прямая однозначность. Прямая однозначность. Что это такое? Значит, смотрите, если у нас имеются две пары, и первые компоненты этих пар совпали, значит, сами пары совпадают. То есть, первые компоненты пары жестко определяют саму пару. Или еще иными словами, если у нас какому-то элементу Х соответствует некий элемент У в этом отношении, то он только один. Единственный, да. Не может быть двух У, которые входят в отношение с одним Х. Третье и четвертое свойства, они являются симметричными относительно Х и У. То есть, некой такой симметричной перестановкой относительно Х и У первого и второго свойства. Всюду значность. Для любого Б, Б принадлежит У, следовательно, существует А. А принадлежит Х. Такой же, и А, Б принадлежит. Так, А принадлежит Х, и А, Б принадлежит Р. Обратная однозначность. И, значит, ой, что это? Это у нас всюду значность, да. Всюду значность. Обратная однозначность такова. Для любого Т1, Т1 принадлежит Р. Следовательно, для любого Т2, Т2 принадлежит Р. Следовательно, а здесь просто первые проекции меняем на вторые проекции. Проекция 2, Т1 равняется проекции 2, Т2. Следовательно, Т1 равняется Т2. Вот это вот обратная однозначность. Вот четыре свойства, которым произвольное бинарное отношение может удовлетворять, может не удовлетворять. Эти свойства являются независимыми. То есть никакое из этих свойств не следует из других. Вопрос. Как мы можем доказать тот факт, что эти свойства являются независимыми? Вопрос к вам на знание логики. Каким образом это можно? Ну и привести примеры. Да, точно, привести примеры. Мы должны привести, если мы приведем 16 примеров, то, собственно говоря, мы этим самым докажем, что они логически независимы, друг с друга не уводятся. И действительно, привести примеры нетрудно. Какого-нибудь всюду определенного, обратно однозначного, но не всюду значного, и не прямо однозначного соотношения, грубо говоря. То есть какую бы комбинацию мы ни взяли, мы можем даже на конечных множествах привести такие 16 примеров достаточно легко. То есть все эти свойства, они у нас являются независимыми друг от друга, и могут работать любой комбинацией. Но нас особенно будут интересовать случаи вполне определенных комбинаций, всего 4. Значит, случай, я так запишу, когда работает всюдуопределенность и прямая однозначность. Такое бинарное отношение мы называем функцией. Случаи, когда работает всюдуопределенность, прямая однозначность и обратная однозначность, 4, мы называем инъекцией. Случаи, когда работают 1, 2 и 3, то есть всюдуопределенность, прямая однозначность и всюдузначность. Это у нас называется сурьекция. И, наконец, когда работают все 4, 3 и 4, когда у нас работают, это называется биекция. Значит, инъекция еще называется вложением. Вложение и сурьекция наложение. Я уверен, что эти термины вам уже знакомы, где-то встречались и неоднократно встречались. Вы все их прекрасно знаете. Значит, функция теперь для нас, такое понятие как функция или отображение, еще его называют, будет являться всего лишь множеством, всего лишь множеством пар. И мы, обозначая его буквой f, функцию, мы всегда, маленькая буковка f, у нас, как и всякая маленькая буковка латинского алфавита, будет означать множество. Только мы будем говорить, что это множество пар. И у нас есть специальные сокращающие обозначения. Если мы говорим fx стрелочкой y, вот так вот записали, то понимаете, что на самом деле это сокращение большой-большой логической формулы, которая из себя представляет конъюнкцию вот этих вот двух формул. То есть, вместо того, чтобы писать всякий раз вот эти вот две длинные формулы, мы просто пишем f двоеточие x стрелочкой y. Это значит, что это отображение из x в y. Значит, для инъекции и сюръекции особых обозначений нет. Просто мы говорим, что это функция, но еще где-то в скобочках определяем, что это на самом деле инъекция, это на самом деле сюръекция. Но есть специальное обозначение для би-ъекции, когда две стрелочки туда и сюда. f между x и y, би-ъекция между x и y. Почему так? Потому что би-ъекция играет особую роль. Например, в нашем следующем курсе про родные структуры Бурбаки мы очень много внимания будем уделять такому вещи, как би-ъективная переносимость. Поэтому особое обозначение для би-ъекции нам очень кстати. Итак, вот теперь, когда мы будем пользоваться такими вот обозначениями, вы понимаете, что f это такое же множество, как и всякое другое. его можно, не знаю, объединять, пересекать, делать разность. Все то же, что мы можем делать с множествами. И при этом это функция. Но нам понадобятся еще дополнительные обозначения, которые тоже вам хорошо известны и давно знакомы. Что такое f в круглых скобочках от а? Значение функции в точке а. Это что такое? Это у нас сумма множества элементов b, принадлежащих второй большой проекции функции таких, что а, b принадлежит f. Что я такое написал сейчас? Это вторая большая проекция f. Понятно, что если у нас имеется f, то первая большая проекция у нас создает область определения функции, а вторая большая проекция создает область значений функции. Теперь f от а. Это значение функции в точке а. Видите, как остроумно получается? Мы берем b из области значений, говорим, что b такие, что пара а, b входит в f. И вот эти фигурные скобочки нам дают множество из единственного элемента. Единственного потому, что у нас прямая однозначность. А вот эта сумма у нас, инглитон, превращает в сам элемент. Мы уже неоднократно этим пользовались. И снова и снова вот эта вот сумма перед фигурными скобками позволяет нам из одноэлементного множества получить сам элемент. Вторая вещь, которую мы определим, это f от а в квадратных скобочках. Значит, это у нас множество элементов b из проекции второй f, такие, что существует t, t принадлежит а, и tb принадлежит f. Что такое f от а в квадратных скобочках? Это образ множества а. То есть, если вот у нас имеется некая условная декартовая плоскость и некая условная функция на декартовой плоскости, вот у нас, если а это точка, то это значение f от а. А если у нас, ну не а, а у, скажем, какую-нибудь, это у нас множество точек, то образ этих точек это f в квадратных скобочках от у. Опять же, это значение, которым, вот это обозначение квадратные скобки, я прошу сейчас усвоить, потому что оно очень-очень часто во всем курсе, и в следующем курсе будет применяться у нас образ множества. Оно даже, наверное, больше будет применяться, чем образ точки, когда мы, ну вот именно, теоретика множества насмотрим на функции, то нам интереснее изучать образы множества, а не образы точек. И... Можно просто... Да. В первом заявлении, получается, вот когда мы говорим про а и б, то есть множество, а во втором именно это точка, да? В первом это точка, да? То есть а это точка, а во втором, ну я не очень удачно, конечно, здесь тоже букву а использовал, но поймите, что здесь а предполагается неявно, что а принадлежит у, где у это вот вторая функция, да? Если мы... Если f у нас из х в у, да? То в первом случае мы неявно предполагаем, что а принадлежит у, а во втором случае мы неявно предполагаем, что а является подножством у. Вот. Просто вот мы пишем, что... x, простите. x, да. x, да. Мы пишем, что пара t, t, b принадлежит e, и пара a принадлежит f, но a... В первом случае a это явно здесь заложено, а во втором случае пара t, t принадлежит a, видите? Вот это вот, видите, разницу? Здесь у нас пара a, b принадлежит f, да? Значит, это одна точка. Мы взяли одну точку, элемент x, а. Сказали, найди нам все такие b, что а с b входит в... Пара a, b входит в f. Нашли, он нашелся всего один, взяли сумму, получили из синглитона сам элемент. Вот это и есть значение функции f в точке a. Здесь другая история. Значит, мы говорим, найди все элементы из второй проекции f, такие, что найдется элемент a, такой, что b входит в отношение с каким-то элементом из a. a, что b входит в отношение с каким-то из элементов a. Вот здесь уже предполагается, что a является не элементом x, а под множеством x. Вот. И мы ищем b такие, что каждый из них входит в отношение хотя бы с одним из элементов a. и таким образом мы получаем образ множества a. Я просто подчеркиваю неоднократно вот разницу между круглыми и квадратными скобками. Сейчас запомните. Это мы будем постоянно-постоянно пользоваться квадратными скобками. И это вот такое вот обозначение. Но не везде стандартное, конечно. Раньше там, допустим, в каком-нибудь матанализе вы писали там f от x это если x и f от a если a большое это множество. То есть образ элемента, образ точки, образ множества. Так разделяли. Но здесь у нас нет такого. У нас все множества это малые буквы латинского алфавита. И вот различать значение функции в точке и образ множества, то есть ну да, функция примененная к множеству мы будем через круглые квадратные скобки. Постоянно. Постоянно. Значит в связи с этими определениями есть целый ряд стандартных задачек части из которых я сейчас разберу. Ну начинает обычно с такой доказать, что f от a пересечения с b является подможеством f от a пересечения с f от b. Смотрите здесь мы сейчас докажем, что если некий элемент является элементом вот этого множества, то он является также элементом этого множества. но прежде чем приступить к этой задаче уместно представить себе почему вот это отношение оно не является равенством. То есть почему мы не можем здесь знак равенства поставить. Потому что мы можем себе представить a и b не пересекающиеся но такие, что a f от a равняется f от b. Ну то есть образ a равняется образу b. И тогда у нас здесь получается пустое множество образ пустого множества равен пустому множеству. А значит пересечение будет не пустым. Соответственно решается эта задача в лобовую просто исходя из определения. Что такое t принадлежит f от a с пересечением с b. Это значит мы записываем существует y y принадлежит a и y принадлежит b и t равняется f от y. Мы можем склонировать вот это вот все дело и сказать, что значит существует x x принадлежит a и t равняется f от x и существует x x принадлежит b и t равняется f от x ну и из этого сразу же следует, что t принадлежит f от a пересечения с f от b. вот то есть мы воспользовались тем, что если у нас имеется здесь квантеросуществование и здесь у нас имеется конъюнкция, то мы можем его расщепить на два квантера. То есть если у нас имеются дешевые и качественные товары в магазине, одновременно дешевые и качественные, то это значит, что мы можем утверждать в магазине существует дешевый товар и в магазине существует качественный товар. Да, вот. То есть получается два квантера, но не наоборот. Если вот видите здесь импликация ставится в одну сторону, мы не можем ставить импликацию в обратную сторону, именно потому что если в магазине существует дешевый товар, отдельный качественный товар, мы не можем утверждать, что там существует одновременно дешевый и качественный товар. Именно поэтому здесь импликация идет в одну сторону, Именно поэтому, вот рассуждение сюда верно, а сюда неверно, именно поэтому здесь стоит знак подножества. Вот такое доказательство. А если бы у нас стояла сумма, то это бы все поменяло. Почему? Потому что если заменить f от а сумма b, это действительно знак равенства. f от а сумма f от b. Почему? Потому что в какой-то момент здесь у нас вместо конъюнкции возникнет дизюнкция. Я сейчас не буду расписывать, но вы уже понимаете. У нас в какой-то момент здесь вместо конъюнкции возникнет дизюнкция, а вот дизюнкцию мы можем расщеплять и в ту, и в другую сторону. То есть мы можем объединять квантеросуществование с дизюнкцией. Если он осуществует или дешевый, или качественный, значит у нас существует дешевый или качественный товар. И поэтому здесь мы все стрелки можем развернуть уже в обратную сторону и тем самым доказать равенство и в ту сторону и в другую сторону. То есть с пересечением здесь у нас подмножество, а с объединением у нас здесь равенство. И это следует, ну если угодно, это следует из свойства квантеросуществования. Кстати, приступив к этим задачам, я забыл спросить, задать вам один каверзный вопрос, который очень я люблю спрашивать. Вот скажите, такая запись, она корректна? Ведь мы говорим, что f является функцией из a в b, это всего лишь навсего, теперь в наших обозначениях, сокращение длинных-длинных формул про f, a и b. То есть, что f является бинарным отношением, всюду определенным и прямо однозначным. А кто сказал, что там должны быть какие-то элементы? Разве в тех четырех, из тех четырех формул, которые мы выписали, следует тот факт, что в f должны быть хоть какие-то элементы? Нет, не следует. И пустая функция, пустое множество, это же тоже подмножество какого-то Декартового произведения, да? Ну пустое подмножество Декартового произведения, пожалуйста. Значит, оно является всюду определенным. Если область определения у нас тоже пустая, является до любого элемента пустого множества, у нас найдется элемент в пустом множестве, конечно. У нас ничего нету, да. У нас же там до любого t, t принадлежит пустому множеству, следовательно. И вот как только мы пишем, t принадлежит пустому множеству, следовательно, то сразу видим, что слева у нас false, да, слева от импликации false. А справа что угодно, любая ерунда может быть. Вот. В результате мы получим истину. То есть пустое множество является функцией из пустого множества, в некоторые не пустое. В частности, пустое множество является функцией из пустого множества, так и хочется сказать, в порожнее. То есть из пустое в пустое, значит пустое множество является пустой функцией. Это корректно. Это реально удовлетворяет аксиомам. И, кстати, запомните, мы в неожиданном месте, буквально уже очень скоро, вот этот вот факт, вот эти два фактика у нас всплывут. А если мы... Потому что функция требует у нас всюду определенность и прямую однозначность, но не обязательно всюду значность. То есть не все элементы из х, если у нас функция из а в b, не обязательно все элементы b должны быть в области значений функции. То есть это не значит, что вторая проекция f равняется b, вот из этого. Из этого следует, что вторая проекция f является под множеством b, в том числе и пустым. То есть вся эта проекция будет не пустое множество? Если х произвольное, не пустое множество, или пустое, то есть если х вообще любое множество, может быть пустым, может быть не пустым, каким угодно. Вот это утверждение верно. Пустое множество является функцией из пустого в любое. Пустое множество является функцией из пустого множества в любое множество. А вот если x вот здесь вот не пустое, там вот где x не равно пустому множеству, то это уже false, это уже не так. То есть это надо зачеркивать, вот этот вариант. То есть почему? Потому что у нас нарушается принцип всюдуопределенности. У нас для любого элемента x, если он не пустой, должен существовать пара, а если пара существует, значит это уже не пустое множество. То есть если у нас область определения не пуста, то функция уже будет обязательным образом не пуста. Доказать, что f в квадратных скобочках от а вычесть f в квадратных скобочках от b есть подмножество f от а вычесть b. Ну, как и все вот подобные задачи, которые вы решали, про декартовое произведение, сейчас вот про отношения будете решать. Здесь важно, что значит показать, что одно является подмножством другого. Просто пишем, что такое элемент первого и ведем импликации к тому, что это является элементом второго. Поехали. t принадлежит f от а вычесть f от b. Это значит, что t принадлежит f от а и t не принадлежит f от b. Я специально подробно-подробно расписываю здесь все выкладки, чтобы потом вам был ясен каждый шаг. Значит, это значит, что существует x, x принадлежит а, и t, t равняется f от x, уже в круглых скобках, и не существует y, y принадлежит b, и t принадлежит f от y. Это значит, что закон Деморгана используем и переносим квантер левее. Существует x для любого y, x принадлежит а, и t равняется f от x. Так, это первое. И второе у нас конъюнкция и y не принадлежит b, или t, да, здесь не принадлежит, вот так вот, t не равняется f от y. Вот этот шаг понятен, да? Мы превратили этот квантер из всеобщности, из существования всеобщности, до любого y. Перенесли сюда не, да? Потом еще раз перенесли его, еще раз закон Деморгана, здесь не, здесь или. Вот, и вынесли этот квантер сюда. Но раз для любого существует, то, вернее, раз существует такое, что для любого, вот, то мы можем записать еще проще. Существует x, x принадлежит а, и t равняется f от x, и x не принадлежит b, или t не равняется f от x. Ну, просто подставили вместо y x. Так, здесь у нас должны быть объединяющие скобки. И здесь мы должны расписать, использовать дистрибутивность конъюнкции и дизюнкции. Значит, расписываем. Существует x. x принадлежит а, и t равняется f от x, и x не принадлежит b, или x принадлежит а, и t равняется f от x, и t не равняется f от x. Просто перемножаем, да, используем дистрибутивность. И видим сразу, что вот этот вот член у нас пропадает. Потому что здесь у нас t равняется f от x, и t не равняется f от x. Очень формально. И мы получаем, что это значит, что... Собственно, это означает, что t принадлежит f от a вычесть b. Уже из этого видно, что существует x, t равняется f от x, x принадлежит a, x не принадлежит b. То есть это значит, что t принадлежит образу a минус b. Вот такая выкладка. Ее можно было бы сократить, но я ее специально расписал здесь очень-очень подробно, чтобы каждый шаг логически здесь был ясен, предельно ясен. Понятие. Это уже чуть более сложная выкладка. Но тоже, видите, она достаточно лобовая. Так, я стираю. Так, я стираю. Есть еще задачки, связанные с обратной функцией. Ну, например, такие. Доказать, что f минус 1, то есть обратный образ пересечения, равен f минус 1 от a, пересечения f минус 1 от b. Здесь они даже чуть ли не проще решаются, чем задачки предыдущего вида, поскольку здесь надо просто обратить внимание вот на что. x принадлежит про образу a. Это то же самое, что f от x принадлежит a. то есть f минус 1, минус первой степени от квадратных скобок, это у нас прообраз a, то есть набор тех аргументов, которые нас ведут к a. и мы пишем, x принадлежит f минус 1 от a с пересечением с b эквивалентно f от x принадлежит a, и f от x принадлежит b по определению. Но это эквивалентно тому, что x принадлежит f минус 1 от a, и x принадлежит f минус 1 от b. Это эквивалентно тому уже, что x принадлежит f минус 1 от a в пересечении с f минус 1 от b. Есть еще пара таких комплементарных задачек. Можно прочитать? Да. А если x принадлежит f минус 1 от a, то это реально будет утверждение? Второе. Какое? Второе? Сверху. Вот это утверждение? Сверху. Вот это утверждение? Если прообраз пустое множество. А как прообраз может быть пустым множеством, если у нас образ не пустое множество? Мы просто берем первую проекцию, большую, от функции. Если у нас образ не пустое множество, что такое образ, это значит, что существовала пара. Если у нас в образе хотя бы один элемент содержится, это значит, что существует хотя бы одна такая пара, что ее вторая проекция принадлежит этому образу. Но если у нас такая пара существует, значит, существует и первый компонент этой пары. А первый компонент этой пары входил в прообраз. То есть не может быть такое, что образ не пустой, а прообраз пустой Не может быть Именно потому, что если тот не пустой, то существует хотя бы одна пара А раз существует пара, есть первый компонент А раз есть первый компонент, он и входил в прообраз И он уже естественным образом не пустой получается Есть вот такие вот утверждения А принадлежит f-1 от f от а С одной стороны и с другой стороны А равняется f от f-1 от а Значит опять же мы замечаем, что Т принадлежит f-1 от у Это эквивалентно тому, что f от t принадлежит у Значит, первую задачу можно попытаться решить от противного То есть предположить, что есть t принадлежащий а При этом t, ну я так напишу И t не принадлежит f-1 от f от а Но тогда получается, что из этого следует Из этого следует, что t принадлежит а И f от t не принадлежит f от а Что неверно Не выполняется Почему не выполняется? Если t принадлежит некоему множеству То значение функции в точке t должно Из определения Оно должно входить в образ этого множества Вот, и поэтому Значит, такая ситуация не имеет места А вот если мы поменяем местами f и f-1 То у нас уже получается Строгое равенство Да? Давайте посмотрим t принадлежит f f-1 от а Это у нас эквивалентно чему? Эквивалентно тому, что существует x f от x равняется t И x принадлежит f-1 от а Это у нас эквивалентно тому, что существует x f от x равняется t И f от x принадлежит а И это у нас эквивалентно тому, что t принадлежит а То есть, каждая из Я иногда пишу так, иногда пишу так Потому что этот значок не всегда удается аккуратно быстро прорисовать То есть, у нас здесь совершенные эквивалентности То есть, импликации, которые мы можем развернуть Так в одну, так и в другую сторону И поэтому, получается, здесь Строгое равенство А здесь Только лишь подмножество Здесь равенства нет Вот Ну, дальше у нас по плану Такая штука, как теорема Кантера Шрёдера-Бернштейна Но времени на нее у нас нету И начинать я сейчас не хочу С этим делом Лучше с нее начать следующее наше занятие Вот Следующая контрольная, она будет посвящена Такого рода задачкам Давайте ее сделаем в самостоятельном режиме Вот И уже следующее занятие целиком Посвятим теоремам Кантера Шрёдера-Бернштейна и Кантера Все, спасибо за внимание Мы вовремя закончили сегодня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!